Ну и в заключении о том, что вопрос, переведут ли стрелки часов, по-прежнему остается открытым. Накануне известия сообщили, что правительство страны вернет зимнее время. С одним только но. После Олимпиады в Сочи. По данным издания, к играм заключены многие рекламные контракты и прописано время трансляций. Чтобы не нарушать принятые обязательства, решено повременить с переводом часов. Однако эту информацию опровергли уже сегодня. Пресс-секретарь главы Кабинета министров Наталья Тимакова заявила Интерфаксу, что никаких документов в правительстве на этот счет не готовится. Исчисление времени, которое было установлено два года назад, в стране остается. С тех пор проведено немало опросов населения. Так, по последним данным в ЦИОМа, почти половина россиян высказалась за переход на зимнее и летнее время. Как выяснилось, не против и большинство жителей Нальчика. Темно, темно и темно. Все время на работу ходим. Рано. А так, в общем-то, на меня нет. Не подействовало никак. Вот казачьицы переводили. Вот это их не перевели. И было очень тяжело. У меня ребенок, который ходит в школу, тяжело просыпаться. Это все сказывается. Здоровье очень даже плохо отражается. Детей не поднимешь, в школу не поведешь, в садик не поведешь. К нам в садик приводят, они дорогу не видят, куда наступают. Мама двух учеников. Мы идем к восьми часам. То есть ребенку надо рано встать. Если бы школа тоже пошла бы навстречу, с полдевятого бы уроки начались. Может быть, как-то было бы и удобно. А так, конечно, не очень.